здравствуйте уважаемые друзья сегодня с вами я за работой специалист по заполнению миграционных форм на своем канале я вас знакомлю с миграционными новостями и также на своем инстаграм аккаунте которые у меня оформлен очень красиво и также вы можете заметить что и youtube канал изменился здесь я больше рассказываю о том как проходит адаптация наших иммигрантов соединенных штатах я хочу сказать что у меня есть команда нас всего пять человек где мы работаем над тем чтобы instagram аккаунт был оформлен красиво и также youtube канал там также работает эта команда и они делают все для того чтобы вся информация и вся подача была красиво оформлена давайте их поблагодарим перейдем к новости а все свои видео начинают с ответа на вопросы своих подписчиков и хочу ответить на вопрос подписчика азиз мусаев здравствуйте я до сих пор не могу открыть свой кейс ds 260 пожалуйста помогите я вам уже ответила здесь но давайте для других также если вы заполняете форму ds 260 и вы совершили какую-то ошибку в частности если у вас форма ds 260 заполнена по деви лотереи они вам позволят открыть вашу анкету и вы сможете исправить там но если вы заполняете ds 260 по семейной категории очень часто они не позволяют открыть анкету но они говорят когда пойдешь на интервью об этом ты должен будешь сказать консулу чтобы он сделал исправление я не знаю с чем это связано но я хочу сказать что я помогала заполнение ds 260 и по грин карте по получению деви и также по семейной иммиграции и когда я запрашивала значит открыть по семейной иммиграции к сожалению они не позволяли а говорили скажите об этом консулу во время интервью надеюсь мой ответ вам помог вы все в курсе того что у нас произошло в афганистане в частности о том что после ухода американских военных из афганистана боевики движения талибан они захватили практически всю территорию афганистана включая кабул и вы знаете что в кабуле находится юэс эмбасси на данное время насколько я знаю только одна провинция панжер они не желают отдавать страну талибам конечно же все это очень грустно и вы знаете многие что когда американцы уезжали они оставили тех людей которые работали на них тех афганцев которые работали на них и ходят слухи что-то либо объявили о том что они будут убивать всех тех кто работал на сша насколько это правда я к сожалению не знаю но я очень надеюсь что это не коснется этих людей что у меня произошло ко мне обратился парень из афганистана и 29 июля 2021 года мы подали петицию по воссоединению с его супруга все было тихо на тот момент никаких разговоров про то что талибы захватят власть что произошло после того как мы заполнили эту петицию он позвонил ко мне и сказал что я очень переживаю за свою супругу потому что у него грин карта именно special immigrant visa это обычно для людей которые работали афганцев и иракцев которые работали для властей соединенных штатов и он был очень напуган тем что с его супругой может что-то случиться если они узнают о том что он работал на власти соединенных штатов мы позвонили и оси с и к нашему удивлению через три дня после звонка они одобрили его дело значит если мы подали 29 июля то 19 августа ему уже одобрили это всего заняло 20 дней но несмотря на то что он получил одобрение все равно ему нужно пройти через nvc потому что пока он не покажет свою финансовую состоятельность пока он не загрузит эти документы к сожалению пока его супруга все также будет находиться в рассмотрении пока nvc с нами не связались поэтому я думаю что даже если они свяжутся то скорее всего именно его кейс опять-таки быстро рассмотрен теперь помимо этого также у меня был другой клиент который делал воссоединение со своей супругой он савилен у него никаких работы с государством соединенных штатов у него не было он приехал как рефьюджей он воссоединяется со своей супругой мы отправили его документы nvc уже обработали его кейс они одобрили на то что у его супруга подлежит к интервью они были в ожидании интервью и он получил вот такое письмо от госдепартамента где они говорят что если вы являетесь обладателем иммиграционной визы или же ваше дело находится пока в рассмотрении и у вас на руках уже есть одобренная петиция и вы также уже направили все документы в национальный визовый центр или же у вас уже было интервью и на данном этапе ваш кейс находится в эмбассе в кабул то вы должны заполнить вот эту репатриейшин ассистен реквест вот эту форму я на нее не нажимаю потому что мы уже ее заполнили поэтому она уже больше не открывается они должны заполнить этот репест для того чтобы и с мвс и могли с ними связаться для дальнейшей инструкции для того чтобы им они могли помочь получить их визы скорее на данном этапе мы заполнили его форму 16 августа пока ответа не получали и я думаю что в будущем они все равно с ним быстро свяжутся и помимо этого когда я захожу на сайт консульства сша в кабуле они уже приглашают всех тех граждан сша или же обладателей green card или же у кого есть сайве это special emigrant visa то они говорят что дождитесь инструкции для дальнейшего и также они приглашают их в аэропорт в интернациональной я здесь как бы слежу за тем что у них сейчас происходит но я вижу что власти активно работают над тем чтобы помочь тем кто на них работал но я думаю что надо было об этом наверное все таки подумать заранее когда они уезжали но я очень надеюсь что все разрешится благополучным образом для всех этих людей хочу сказать спасибо всем за ваши комментарии за то что поддерживаете мой канал остаемся на связи с вами была зара подписывайтесь оставляйте свои комментарии я как всегда по возможности буду отвечать на них всего доброго пока